Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Поговорим, вторая часть у нас будет видео о сериале Чернобыль. Сериал снят англичанами и американцами. Многие у нас его запрещали, кстати говоря, даже в стране. Потом у нас есть довольно адекватный министр культуры, который этот сериал разрешил. И более того, он свои критические замечания на него дает. Но в то же время он дал возможность посмотреть этот сериал. Что я хочу сказать? Ну, значит, я лично смотрел его, не знаю, когда его покажут по телевизору, покажут ли я смотрел в интернете. Значит, многие говорят о том, и практически все, сейчас будет самое такое, наверное, смаковое видео из всех, это что обвиняют создатели вот этого сериала из пяти серий в том, что они ведут катастрофическую такую пропаганду, значит, против Советского Союза. Против Советского Союза, потому что в США Советский Союз считался, значит, главным врагом. И вот сейчас, до сих пор, американцы, они как бы вот в этом тренде находятся, того, что Советский Союз враг, и очень рады вот посмаковать еще раз вот это вот все минусы, все показать советского времени вот в этом сериале, применительно к тому, что случилось тогда. Значит, давайте сразу начнем с самого главного. Первое, что хотелось бы сказать, та трагедия, которая случилась в 86-м году, значит, это первая в истории человечества трагедия на атомной электростанции, вот такого масштаба, когда люди столкнулись с тем, о чем многого, много информации об этом они не знали. Они многого просто не знали, и не было опыта ликвидации такого рода, значит, аварий. У людей вообще в принципе не было знаний, там, многих, что такое графит, что такое, там, реактор, топливо, как взаимодействовать с разными элементами, как и у меня нет, потому что я не физик-ядерщик, да, я могу допустить ошибку где-то, но если посмотрят специалисты, обязательно наверняка меня поправят. Значит, как это обычно бывает, я высказываю мнение зрителя, просто зрителя. Ну вот, что я хочу сказать, мое такое мнение, да? Во-первых, почему я не считаю, что там есть какая-либо в принципе пропаганда, как бы против Советского Союза или там антипропаганда, что-то такое, да, там, показать Советский Союз с плохой стороны. Все дело в том, что, понимаете, американцы холодную войну выиграли по факту, так? Они Советский Союз так или иначе развалили. Это внутренние экономические причины, там, политический кризис, еще много причин. Но так или иначе существует не Советский Союз, а Америка, правильно? Поэтому все-таки американцы холодную войну выиграли. Поэтому в данном случае, понимаете, в данном случае вести пропаганду, там, или антипропаганду против государства, которого уже давно нет, они победители. Да, смысл вести пропаганду против государства, которое они победили? Никакого абсолютно нет смысла. Лишний раз макнуть в говно лицом, я думаю, что, ну, может быть, если у них такой есть прям суперинтерес, вы знаете, для них это давно уже не является интересом. Для них сейчас является интересом совсем другое. Если бы они сняли сейчас что-то о путинской России, да, вот 20 лет их это вот волнует, это да. То время их давно уже не волнует, поверьте. Они, может быть, воспитаны, как и наши правители в то время, понимаете, на противостоянии. Но чтобы в этом сериале, на вот этой трагедии, затрагивать вопросы пропаганды или антипропаганды, чтобы там очень четко показана сама катастрофа, поразительно четко показана сама катастрофа и поразительно четко объяснены причины этой катастрофы. Я хочу сказать сразу, я сейчас, наверное, в кучу начну говорить, хотя у меня тут план был. Значит, вы знаете, у нас есть документальные фильмы о Чернобыле, да, у нас есть, вот в России, можно посмотреть документальные фильмы о Чернобыле. Первый канал, кстати, собирается, в скором времени там показать. Но почему мы, русские люди, да, наши кинематографисты, которые снимают все подряд, самая масштабная трагедия в атомной промышленности, по ней не было снято никакого сериала или какого-то фильма. Вот такого полухудожественного, полу, я бы даже сказал, документалистики. Не было снято ничего. Вы не задумывались, почему? Почему? Да потому что, если снимать какой-то фильм, да, вот такого порядка об этом, вам нужно будет показать все, что там произошло. Вам нужно будет показать все то, что показали американцы, англичане в этом фильме. Это и халатность, это и прогнившую систему государственного управления, это и слабого руководителя, о котором сказал Громыко, министр иностранных дел Советского Союза, Горбачеве, не по сеньке, шапка досталась, да. Это и незнание людей об этом, это и боязнь потерять лицо перед капиталистическим миром. Это вот вся та тупость, которая была в советское время и которую они показали. И это не, это не, сейчас будем двигать телефон, потому что, иначе он, значит, на солнце стоит. И жаль, что, конечно, это будет на качестве видео скажется, но, тем не менее, я думаю, вы уловите содержательную часть. Это не антипропаганда или пропаганда, это ведь так и было. А что, разве не было так, что каждый хотел подсидеть каждого? Или люди старались там для себя, да. Там, понимаете, когда Горбачев, он слабый, слабый совершенно руководитель, усиливается роль местных царьков. Они начинают друг друга двигать. Это очень хорошо показано. Это не антипропаганда, понимаете. Это так и было все. Самое, что интересное, что это так и есть сейчас все, понимаете. Там очень сильно перекликается то, что показано, с тем, что есть сейчас. Ведь сейчас все то же самое. Мы боимся потерять имидж страны, потому что мы не можем запустить ракеты. Потому что у нас погибла атомная подводная лодка Курск, да. Мы отказались, ведь когда Курск погиб, мы отказались от глубоководных аппаратов иностранных, работая своими аппаратами, которые можно было быстрее получить, по-моему, из Норвегии, если я не ошибаюсь, да. Мы отказались. Почему? Потому что мы сами, мы все сможем. Это разве не напоминает вам чернобыльскую катастрофу? Когда отказывались там от помощи, когда не говорили ни о чем, дабы вдруг капиталистический Запад не узнал, что в СССР всемогущим могут происходить какие-то аварии или катастрофы. Разве этого не происходит? А, значит, сам реактор, который был неисправен в плане его конструктивных особенностей, разве это не сухой Суперджет-100, а? Вам не напоминает это? Суперджет-100, который конструктивно неисправен, это уже об этом говорят и летчики, и все, кто только может. Говорят о том, что он конструктивно неисправен, что его нужно переделать конструктивно. Но у нас это замалчивается, и его поднимают в воздух, дабы не ударить по имиджу страны. А когда горел торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово, и сознательно занижали количество погибших, разве это не попытка скрыть правду для того, чтобы не ударить по имиджу страны, что в России горят дети в таком количестве? В воскресенье, так сказать, в праздник, приехав смотреть мультфильм. Разве это не то же самое, что показано в этом фильме? Разве это не звенья одной цепи? Ничего не изменилось, это самое главное, понимаете? Потому что все те люди, которые нами управляют, они все воспитаны в то время, они все в то время обретали свою взрослость, они взрослели в это время, понимаете? Я вам еще тысячу примеров приведу сейчас, которые сейчас происходят, и они удивительным образом похожи и перекликаются с тем, что показано в этом фильме о Советском Союзе. И когда вы говорите, что это пропаганда или антипропаганда, вы понимаете, дело в том, что это и сейчас происходит. То, что там показано, происходит сейчас в Российской Федерации. Понимаете, нужно смотреть чуть дальше. Этот фильм показан отчасти о Чернобыле, но отчасти он не против Советского Союза. Он снят не для того, чтобы очернить Советский Союз, понимаете? Он снят для того, чтобы показать реалии на примерах из Советского Союза, показать реалии те, что были и есть сейчас. Сейчас фильм о нынешней России, понимаете? Вы разве не поняли, что фильм о нынешней России, о тех местных царьках, которые сидят сейчас в России, о том замалчивании, которое сейчас есть, о проблемах в России, о том замалчивании смертности, которое сейчас есть, А о всем том, о всех тех позорных реформах, которые закончились именно позорно в России, значит, и о которых молчат, этот фильм об этом. Понимаете, он о чернобыльской катастрофе, на примере которой очень ярко показана нынешняя Россия, но никак не Советский Союз. Там никто не имел своей, понимаете, против, еще раз говорю, проигравшего государство в холодной войне, через столько лет никто не будет снимать фильм для того, чтобы устраивать антипропаганду Советского Союза. Дело в том, что устраивают пропаганду или антипропаганду, как хотите, говорят плохое в общем, о том, кого боятся, о том, кого уважают, понимаете, в чем дело. Говорят плохое, пытаются как-то сравнять с говном, принизить, потому что боятся, понимаете, потому что боятся. А или уважают за какие-то успехи. Советский Союз для них все, он не существует, в принципе, такого государства нет. У них уже нет никакого синдрома, чтобы они боялись или еще что-то. Им незачем уже это делать. Поймите, это фильм о нынешней нашей стране. Вот когда вы это поймете, вы можете пересмотреть еще раз, и вы увидите колоссальное количество сходств с тем, что сейчас происходит в нашей стране. Понимаете, в чем дело? Когда подкидывают наркотики, замалчивают, если общественное мнение не поднимется, ничего не будет. Ничего не будет. Разве это не схоже с аварией на Чернобыльской АЭС? Когда начали замалчивать, когда не сообщали людям, и тогда не было Ютьюба, тогда не было таких возможностей, как сейчас обмена информацией между людьми, чтобы вот так вот раз и всю страну облетело все это. А если бы это было тогда, все это бы облетело, и я думаю, что народ вышел бы на такие акции протеста, что Советский Союз перестал существовать именно в 1986 году, а не в 1989. Понимаете, в чем дело? Вот это нужно очень четко понимать. А теперь давайте по пунктам моего плана, который я, собственно говоря, значит, вот здесь накидал быстро, а то телефон действительно здесь нагреется. Значит, халатность на станции показана. Многие говорят, что это было не так, воспоминания. Я прочитал стенограмму, кассет, значит, Легасова. Я почитал книгу Дятлова про воспоминания Чернобыль, как это было. Я вам хочу сказать, что та халатность, которая имела место быть, на самом деле была. Потому что то, что дневная смена начала это испытание с понижением мощности реактора и начал выделяться вот этот вот опасный элемент. Напомните, как он называется. Я не запамятовал. Я просто не физик-ядерщик, но я концепцию могу сказать. Начал выделяться этот опасный элемент. Когда ночная смена пришла, они были не в курсе этого. Они не понимали, что они делают. Понимаете? Они не понимали, что они делают. И халатность была не только на станции. Халатность была повсюду. Потому что это было время, я вам хочу сказать, это время, когда Советский Союз... Вы понимаете, есть естественные моменты развития государства. И Советский Союз к тому времени, как государственное образование, он начал загнивать просто, понимаете? Он начал вырождаться, в первую очередь, в умах людей. Понимаете, в чем дело? В умах людей. Это уже был не Советский Союз, по типу Сталина, Брежнева даже. Это уже Горбачев, это вот Хрущева. Горбачев, это уже была другая формация. Это уже было другое. Это, понимаете, в воздухе пахло изменением, переменной. Понимаете? Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза. Это люди, которые в то время уже чувствовали, что что-то меняется, что-то должно произойти. И халатность была повсюду, потому что люди понимали, что это что-то, оно приведет к краху системы. А когда вы чувствуете, что что-то приведет к краху системы, люди не боятся. Они не боятся суда, они не боятся следствия, они не боятся допустить ошибку. Понимаете? Потому что они понимают, что что-то разрушится основное, фундаментальное. Вот и все. Значит, конструктивные нарушения самих реакторов были конструктивные нарушения. Значит, сам реактор, я могу сказать, да, он на самом деле был сконструирован с нарушениями и с ошибками. И, значит, Советскому Союзу было удобнее поставить те реакторы. И самое главное, ведь только Чернобыльская катастрофа предотвратила ввод в эксплуатацию огромного количества вот этих реакторов, которые, если бы были введены в эксплуатацию, у нас бы был не один Чернобыль, а сразу несколько. Понимаете? Нужно было признавать свои ошибки. А те государственные деятели, которые были в то время, они были не готовы признавать свои ошибки. Для них главное было, это их собственный имидж и имидж страны, в принципе. А все остальное было неважно. Они в штаны наложили только когда, когда Легасов им доложил о том, что, значит, погибнет и Украина, и Белоруссия, и на хрен знает сколько лет там, значит, у Цезия, этот период полураспад 24 тысячи лет. Понимаете? Вот тогда они задумались, что происходит, и что вообще придется и признавать, и признавать ошибки, и говорить об этом, и все. Так бы ничего никто не знал. Так бы все замолчали, засекретили, как с группой Дятлова. Вы что считаете, что там, значит, все нормально было, да? Лавина сошла, или ветерок подул там очень сильный. А это подготовленные очень туристы были. Вот никто не говорил об этом, и это не угрожало просто, понимаете, Украине и Белоруссии, там, 50-100 миллионам человек. И поэтому мы до сих пор не знаем, что случилось с группой Дятлова, потому что все засекречено. Если бы это не угрожало такому количеству людей в то время, мы бы до сих пор не знали, что случилось в Чернобыле. Понимаете? До сих пор бы мы ничего не знали, абсолютно ничего. Просто это затронуло такое количество людей вообще во всем мире, что, ну, пришлось говорить уже и о своих ошибках пришлось говорить, и пришлось говорить в принципе о том, что происходит. Понимаете? Значит, замалчивали, потому что ядерная держава, потому что ядерная держава, мы номер один, вот этот советский постулат, мы номер один, мы первые во всем, а в то время мы уже не были первые. Так же и сейчас имперские амбиции того, что мы первые в космосе, у нас Гагарин был первые, это все было в то время, когда Королев рулил. Понимаете? Это был первый Илон Маск. Сейчас Илон Маск в Америке запускает частное лицо, запускает ракеты, а у нас государство с космодромом Восточный не может запустить ракеты. Ну, это нормально, нет? И вот эти вот вещи сейчас у нас потихоньку уходят. Мы потихоньку перестраиваемся в то, что мы не Советский Союз. Мы не наследники этой огромной империи. Понимаете? Мы Россия в том виде, в котором она существует сейчас. И это как-то более спокойно воспринимается. А тогда, тогда это был еще Советский Союз. Это ого-го, это вот эта держава, это 6 миллионов человек армии, понимаете? Это выиграли Вторую мировую войну и т.д. и т.п. И поэтому никак не могли допустить никакой утечки информации. И поэтому первое время замалчивали. И что в фильме не говорится, самое главное, что я хочу сказать, В фильме не говорится ни слова о том, что 1 мая, 1 мая, по личному распоряжению Горбачева, люди вышли на первомайскую демонстрацию в Киеве, куда уже пришло к тому времени радиационное облако. Кстати говоря, создатели фильма могли бы это включить и сделать это, это было бы очень трагедийно, когда люди шли, это была демонстрация, Киев шел по улицам, по площадям, а значит в небе уже и в воздухе было огромное количество радиации. И очень много людей потом болело и длительность жизни снижалась. И это сказалось очень сильно на людях. А Горбачев же тогда прямо сказал, он это сделал для того, чтобы не допускать паники. Нет, не допускать паники, а для того, чтобы, представьте, если в Киеве, что Киев эвакуировать, или что запретить людям выходить из дома в Киеве, в огромном городе, ладно где-то припить там потихоньку, что-то можно как-то, а это бы уже точно, точно бы узнало, весь мир узнал об этом, понимаете, что трагедия такого масштаба, что в Киеве, в огромном городе, на таком расстоянии запрещают выходить на улицу. Это было сделано, чтобы сохранить свое лицо. Это преступление. Это государственное преступление против огромного количества народа. Таких ленды судить. Понимаете, в чем дело? И в фильме об этом, кстати, не сказано ни слова на справедливости ради отдать. Ничего не сказано, да, тем, кто защищает. Дальше вот, я как раз у меня была первомайская демонстрация. Это то, что у меня вот в голове отложилось, то, что я быстро успел накидать. Значит, местные органы, да, подсидеть друг другу, продвинуться выше. Это действительно так и было. Это и сейчас есть такое. Там действительно все мечтали об одном, о том, что кого-то, кто-то на повышение, а кто-то сюда, а кто-то здесь главный жан, а кто-то поедет туда работать. Такое было. Такое было на самом деле. Значит, реальные объемы замалчивали катастрофы, но справедливости ради, надо сказать, что замалчивали, потому что отчасти и сами не знали. Сами не были готовы, не знали, что это такое. Но замалчивали ведь. Замалчивали ведь и первые часы, первые там сутки, да, и потом они, когда уже легасов начал объяснять, когда они понимали, что происходит. Ведь это правда. И военный, который человек, который там главный был от военных, ведь фраза биороботы, это правда? Он подтвердил это сейчас. Он подтвердил, он сказал, что роботы переставали работать от радиации, значит, в том числе предоставленный ФРГ этот робот, да? Но биороботы, они использовали этот термин по отношению к живым людям, по отношению к военным, которых, кстати, не как гражданское население подкупали там четверкой машиной или там тысячу рублей, там несколько тысяч рублей или что-то еще подобное, а, значит, просто сгоняли туда срочников, просто на смерть гнали людей, и им ничего не говорили. Им говорили, что это учения какие-то, и они шли туда, и им там ничего не говорилось, и они потом все умерли. Порядка миллиона человек, в принципе, пострадавших вот от этой трагедии. Я имею в виду в целом всех из всех там, и погибших, и с мутациями, и лучевой болезнью, и те, кто переехал, был вынужден поменять место жительства. Порядка миллиона человек. Значит, значит, основная концепция вообще фильма заключается в том, что сама трагедия, она явилась следствием к тому времени уже прогнившего государственного аппарата, прогнившего с головы до ног, прогнившего от А до Я. Потому что люди, еще раз говорю, они уже не боялись, они понимали, что что-то меняется. Горбачев был слабым руководителем. Люди совершенно по-другому относились. То есть при Сталине бы такого не случилось. Потому что люди относились по-другому, они знали, что завтра их расстреляют с утра. Понимаете? При Горбачеве они могли это допускать. Они могли допускать, потому что их главной задачей было выслужиться. И главной задачей было, собственно говоря, вообще уже никакой главной задачи не было. Потому что та идеология и концептуальные основы идеологии социализма, которые были, счастье всему миру и все такое прочее, счастье во весь мир, счастье людям, равноправие, эта идеология начала рушиться. Спекуляция появилась. Появились спекулянты, появились те, кто зарабатывал деньги. Появились потом позднее уже кооперативы. Понимаете? Уже мышление человека начало уходить в какое-то другое русло. Понимаете? Уже люди совершенно по-другому мыслили. Это уже не был Советский Союз. Собственно говоря, сама авария на Чернобыльской АЭС явилась причиной того, что Союз распался в 89-м году. Это главнейшая причина. Потому что народ увидел, как, знаете, сейчас YouTube, а там народ увидел, потому что из уст в уста передавалось, потому что слишком большие масштабы трагедии были. Из уст в уста передавалось то, что замалчивается, то, что не дают, то, что обещают, приезжаем, не делают, не выполняют обязательства. То, что приезжают, гибнут, а говорили, что гибнуть не будет. Вот этим стали недовольны люди. Поэтому они пошли, поэтому они были против этого Советского Союза, против этого прогнившего государства к тому времени, вот к этому времени, 86-89 года. Значит, самое главное, еще раз говорю, это не потерять лицо перед мировым сообществом. Ни в коем случае. Это и сейчас, еще раз говорю, и с Курском было так же, и с торговым центром Зимняя Вишня в Кемерово было так же, с любой акцией протеста. Посмотрите за границей, вам покажут, что это и сейчас. Вышло 20 тысяч человек по телеку скажут, вышло 100. Понимаете? Это самое главное. Вышел вот майор Министерства обороны говорит, что всех военных обманули с квартирами. Вы все наверняка видели, на ютюбе показывали его тысячу раз. Значит, он стоял везде подряд у администрации президента и везде. И что сделали с ним? Его пытались всячески там и краской облить, и увезти, и кто только что не пытался с ним сделать. Только лишь бы это не предловать огласки, не предавать, что в вооруженных силах России такое творится. Потому что мы показываем всего миру мультики о том, как у нас ракеты летают до Америки. Почему-то неожиданно они летят именно в сторону Америки и падают там ракеты. Мне кажется, это тоже странно. Когда вы показываете, что ваши ракеты падают на определенное государство. Почему на мультике нельзя было нарисовать корректно, что ракеты падают в океан? Мне тоже это непонятно. Все одно и то же. Значит, у самой власти, понимаете, был один интерес. Как можно скорее это все закончить? Любыми способами. Любыми способами. Огромное количество людей туда гнали и ликвидаторов. И любыми способами надо было закончить, потушить пожар сначала. Потом, значит, сделать так, чтобы топливо не просочилось, чтобы там в Днепр ничего не было. Иначе бы это все пошло. Просто это было бы, это было бы катастрофа, которой, ну сейчас бы, я думаю, совершенно другие последствия были. Поэтому власть интересовала только это. Власть интересовали не люди. Власть не интересовала ничего. Власть интересовала просто имидж страны в то время перед другими государствами. Что чудовищно и что преступно, еще раз повторяю, это преступление с моей точки зрения. Я квалифицирую это как преступление. Значит, и все то же самое. Во Второй мировой войне утопили немцев в русской крови. Сколько народу погибло. И сейчас, когда празднуют День Победы, надо не День Победы праздновать нам. Нам надо всем встать на колени перед ветеранами, перед погибшими, на мемориалах памяти, понимаете, всем безвестно погибли. У меня три деда погибли. Значит, один дед двоюродный, двое родных погибли во Второй мировой войне. Один герой Советского Союза. Он 22 раза разведчик ходил в тыл. Я вам хочу, 20 с лишним лет, я вам хочу сказать, что тоже утопили в русской крови. Я имею в виду, не только русской, Советского Союза тогда. Это и казахи, и туркмены, и ингуши, и чечи, все подряд, понимаете, все подряд, все народы. И армяне, все. Но утопили в русской крови, потому что числом ведь, числом ведь, количеством. И все то же самое делали за счет людей. А сейчас что, проблему государства решать не за счет людей? Конечно, за счет людей. Сейчас все то же самое происходит. Поэтому еще раз говорю, этот фильм о нынешней России. Чернобыль, фильм о нынешней России. Я хотел два разделить этих видео на идеологию Советского Союза и России, но это, наверное, невозможно сделать, потому что тут идет параллель и все. Значит, поэтому я вам хочу сказать, что у меня первый вопрос, который возникает, почему наши, наши, кинематограф наш, столько денег выделяется, да, столько фильмов снимается, почему наши-то не сняли ни один фильм вот такого порядка? Наши сейчас критикуют. Это, кстати, сериал Чернобыль, он обогнал даже «Игру престолов» по оценке АМДБ, там, 9,6 или 9,7, понимаете? То есть это люди оценивают его таким образом и ставят высочайшие оценки во всем мире. У нас это случилось и где наш фильм? Вот сейчас Мединский заговорил о том, министр культуры, что, мол, того, что, значит, мы снимем свой фильм со своими. А что вы снимете-то? Тогда придется признать, что там была халатность, что разгильдяйство. То есть вы снимете фильм о самих себе, о том, что сейчас происходит, понимаете? О том, что было тогда и то, что есть сейчас. В государственных структурах из этого происходят. И, значит, в Красноярском крае вы наверняка видели все интервью Караулова с главой счетной палаты, где жгут лес, чтобы потом отмыть деньги. И где 30% в теневой экономике в Красноярском крае. Это и неожиданное появление Цапка, когда он умер в СИЗО и вдруг воскрес. это и, еще раз говорю, пожар, и Курск, и, значит, космодром восточный, с которого не летают ракеты. Это все вот это, понимаете? То, что не работает из-за государственного аппарата. То, что работает, наоборот, очень хорошо из-за коррупции, что можно всего сделать, понимаете? Это все понимают. И тогда это было. Понимаете? Это тогда уже было. И это явилось следствием того, что никто не проверил эти реакторы. Что они конструктивно неправильно сделаны. А что сейчас кто-то, сейчас только пилоты обратились уже, ассоциация пилотов обратилась с просьбой, и перевозчики обратились, авиаперевозчики, с просьбой проверить конструктивно самолет сухой суперджет, потому что люди отказываются на нем летать. Это что, не то же самое? Трагедия в Шереметьево, когда горели люди, это разве не Чернобыльская АЭС? Это не авария на атомной электростанции имени Ленина в Чернобыле? Это не это разве? Это что же самое? Из-за прогнившего государственного аппарата, из-за коррупции, допускают к полетам самолет, который к ним не пригоден, к этим полетам. Понимаете, в чем дело? И так же точно бы, их же много очень сделали. Весь мир отказался. Весь мир отказался. Весь мир отказался от этих самолетов. Потому что все сказали, их только на запчасти можно. То же самое я хочу сказать и про Чернобыль. Из-за прогнившего госаппарата и коррупции в том числе, которая тогда была не в денежном эквиваленте, а квартиру могли дать, еще что-то там, понимаете, перевести по службе выше. Это случилось именно из-за этого. Эти реакторы, они в принципе появились тогда повсеместно. Так же, как самолетов. Знали что-нибудь, но понастроили до хрена. Он на первом полете, где люди, инвесторы смотрели, как летают самолеты. Он врезался в гору. 45 человек погибло или 43. Он врезался в гору. На тестовом полете. На тестовом полете самолет врезается в гору. Что нужно делать? Выпускать его серийно или сделать так, чтобы его дорабатывали и перерабатывали? А у нас выпускают серийно после этого. Погибло 45, выпускаем серийно. Так и здесь. Понимаете? Так и здесь. Построили, знали, что ошибка. Знали, но не охота было заморачиваться. Поэтому сделали до хрена этих. МРКБ, по-моему, да, этот называется. Поэтому фишка в том, что это фильм о руководителях, не способных, значит, руководить своим государством. Это фильм о том, что происходит и сейчас в нашей стране. Понимаете? И хочу сказать, что это, если снять этот фильм сейчас, снять этот фильм нам, да, вот, наш кинематограф снимет этот фильм, это расписаться в собственном бессилии тогда, перед этой катастрофой. В собственном незнании. В собственном тогда прогнившем госаппарате. Понимаете? И последнее предложение этого видео, скажу, и самое ключевое оно, и расписаться в безумной гордости, которая возникнет у людей. И только по одной причине можно снять этот фильм. Отдать дань уважения. И отдали американцы, кстати, и англичане, когда показали работающих шахтеров, да, когда шахтеры рыли. Они, правда, на примере одной шахты. А туда очень много шахтеров гнали. Да? И с Украины, и с Кузбасса, отовсюду. Понимаете? Героизме людей. Героизме народа. Героизме людей, населяющих Россию. Не только в Чернобыле, а и во Вторую мировую войну. И в поднятии лодки Курск. Во всех этих вещах. И в том, когда пытались спасти детей в Зимней Вишне. И в терактах, которые производились у нас в стране. Значит, в героизме русского народа, который ценой своей жизни многие люди спасли миллионы других людей. Вот только об этом можно снять фильм. Но в этом фильме никак не может быть места тому, что собираются сделать. И собираются сделать одно. Что нужно сделать? Выставить в выгодном свете их не устроило. Что выставили в невыгодном свете элементы государственного управления. Что связи не было нормальной. Боялись. Замалчивали. Еще что-то. Им нужно вот это сделать. Но никак не показать гордость за народ, который делал все для того, чтобы эту аварию предотвратить. И это очень четко показано, я считаю. Народ отдельно. Государство отдельно. И вот когда такая авария, они столкнулись с лбами. И государство за счет народа ликвидировало эту трагедию. А сейчас хочет снять фильм о том, что тогда руководители все хорошо делали. Вот о чем фильм, ребята. Смотрите и наслаждайтесь. Это великолепный фильм. Великолепный. И удивительно, что американцы и англичане это ощущение, как будто вы находитесь там внутри. Это ощущение, как будто это документальный фильм, снятый теми, кто в тот момент был там. Понимаете? Это высокопрофессионально настолько, насколько наши через 500 лет не смогут снять такой сериал. Наши сериалы, это Мухтар возвращается. Всем пока, ребята. До встречи. Оставляйте свои комментарии, впечатления и критические, и некритические. Кому понравилось, кому не понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Главное, в таком нормальном, позитивном русле, я имею в виду, без матов, без всего такого прочего. Всем пока, ребята. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok